Приветствую вас! Если вы думаете, что психолог ответит вам на вопрос вот такого типа, может ли мне начать искать девушек в интернете, то вы ошибаетесь, потому что психолог вам не будет давать таких советов, шаг в обороте советов. Если вам хочется, вы можете безусловно попробовать, но вопрос заключается в том, для чего вам нужна девушка. Оборот заключается в том, что вы хотите найти для себя в девушке. Вот именно, что вы хотите для себя в девушке найти. Это, мне кажется, прямо очень таким важным моментом, вот, потому что и одиночество, которое у вас есть, которое вы чувствуете, вот, и, соответственно, не только одиночество, да, но и общая такая, может быть, покинутость, которую вы ощущаете, является пока все основным ведущим мотивом и ведущим стимулом для того, чтобы вы искали девушку. Но этот массив весьма неустойчив и очень неподходящий для того, чтобы вам построить гармоничные и серьезные отношения. Потому что получается, что вы нуждаетесь в девушке, а если вы не нуждаетесь, то вы изначально выстраиваете отношения, которые являются зависимыми. То есть отношения, в которых вы более зависимы от девушки, чем это, ну, например, должно или может быть в норме. Понимаете? Какая штука. Поэтому, в первую очередь, с точки зрения психологии, желательно бы разобраться в том, почему вы чувствуете одиночество и почему у вас не получается устраивать отношения с девочками. Возможно, что-то в вашем поведении, как бы, нарушает естественный процесс построения отношений. Вот. Дальше. Следующий момент, который я хотел вам сказать. Отдаление друга. Ну, то есть вот то, что вы чувствуете, что друг ваш, он перестал уделять вам внимание, да? Вот столько, сколько уделял раньше. И из-за этого, опять же, вы чувствуете себя покинутым. Вот. Понимаете? То есть девушка, она не может выступать средством защиты от одиночества. Любой человек, не один, точнее, человек, простите, не может выступать средством для избегания от одиночества по отношению к человеку. Это было бы эгоистично. Поэтому здесь я бы рекомендовал вам сперва разобраться в том, что вы чувствуете, в том, что вы хотите, в том, что вам нужно и какую проблему и конкретно с помощью девушки вы все-таки пытаетесь решить. Это очень важный момент. Вот. Дальше. Вы пишите о том, что вы разочаровывались в девочках. Вы пишите об этом, что девочки у вас были разные, и те, кто обманывали вас, и те, кто были планы за денег, были и хорошие, но вы не обращали внимания, потому что, соответственно, любили, ну, любили другую. Вот. Мне представляется так, что здесь имеет место быть незавершенность в отношениях, хотя вы очень неявно, очень неявно об этом говорите, но мне представляется так, что незавершенность определенная имеет место быть. Вопрос только в том, конечно, что это за, что это за неопределенность, да, почему она имеет место, вот, но это уже, это уже требуется разбирать более подробно. Давайте поисследуем теперь то, что вы написали, более подробно, более текстов разберем ваше. А, мне 22, а у меня нет девочки уже 4 года. Что это для вас значит, и для чего вам девочку? То есть, конкретно, для чего, зачем? Постепенно начинаем в них разочаровываться. Какие у вас ожидания от девушек, что вы разочаровываете? Так как с ними мне никогда не везло. Вы правда считаете, что отношения с девушками подчинены такому непостоянному понятию, как везение? Вы правда так считаете? Были отношения, но не долго, из-за чего отношения меня прекращали. Были девочки неадекватные, что это значит, те, которые вешаются на все другие за денег. Ну, вы же сами такие девочки выбирали, разве нет? Были хорошие, что это значит, хорошая та оценка, субъективная оценка. Только я не обращал на них внимания, так как я любил другую. А о каких отношениях тогда вы вообще можете тереть, если вы любили другую девочку? То есть, вы не завершили отношения с ней и уже начали встречаться с кем-то еще. Опять же, вопрос возникает, для чего? В общем, не знаю, заняться ли я активным поиском или проститься на занаселку. А цель какая? Когда просто одиноко. Почему одиноко? Ведь понимаете, что такое одиночество? Это невозможность человека переносить самого себя. Значит, вы себя до конца не принимаете. Возможно, чтобы вам выстраивать более гармоничные отношения, вначале нужно принять себя. Принять себя полностью. Тогда вам будет легче выстраивать отношения. Дальше, еще единственный лучший друг стал меньше выделятельным. Почему у вас единственный друг? То есть, может быть, проблема не в девочках, а в том, как вы вообще себя позиционируете людям. Может быть, проблема не в девочках, а в том, как вы репрезентуете себя. Может быть, проблема не в девочках, а в том, как вы выстраиваете диалог и в том, что вас объединяет с людьми. Кстати, тоже нехороший вопрос и по поводу выстраивания отношений с девочками. Что вас с девочками объединяет, т.е. что между вами общего? Плохо, что в моем окружении мало девочек, зачем вам больше времени ходить по клубам и т.п. нет, может начать вопрос в интернете. И как вы думаете, в интернете люди, в том числе девочки, воспринимают мужчин? Просто подумайте, как. И спросите себя, устраивает ли вас такое восприятие или нет. Что общему может быть между людьми в интернете? Пятая, подумайте об этом. Просто подумайте. Если вас устроит, пожалуйста, но если нет, то лучше постричи, чтобы не было еще больше разочарований. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку ввода Рапомыч, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Удачи. Всем пока.